В ходе работы внеочередного пленарного заседания Народного собрания КЧР на основании представления Верховного суда Карачева-Черкесии депутаты утвердили на должность Мирового суди судебного участка номер 2 Усть-Джигутинского района КЧР на пятилетний срок полномочия Исанова Мурата Мухамедовича. Вместе с тем парламентарии республики в окончательном варианте приняли проект закона КЧР о республиканском материнском капитале при рождении и усыновлении четвертого ребенка или последующих детей. Кроме того, депутатами парламента были внесены изменения в республиканские законопроекты, касающиеся налоговой сферы. Соответствующие поправки были разработаны Министерством финансов КЧР на основании результатов оценки эффективности налоговых льгот. Вышеназванные проекты законов предусматривают пересмотр пониженных ставок и налоговых льгот в связи с отрицательной бюджетной эффективностью и необходимостью снижения объемов выпадающих доходов бюджета. В связи с правлением действия пониженных тарифов по страховым взносам, понижением с 2014 года размера страхового взноса для индивидуальных предпринимателей, отмена ежеквартальной налоговой отчетности, введение с 1 января 2013 года патентной системы налогобложения, существенно уменьшающую налоговую нагрузку, осуществлениями как кредитование и субсидирование процентов доставок для малого предпринимательства из республиканского бюджета, сохранение пониженной ставки налога для всех категорий малого бизнеса связано с последствиями экономического кризиса. В настоящее время считаем, что снижение, низкая ставка по упрощенности налогобложения исчерпала себя. Кроме того, депутаты парламента внесли ряд поправок в республиканский закон о местном самоуправлении, представленный прокуратурой КЧР. Изменения касаются полномочий региональных и местных властей в сфере межнациональных отношений, расширены перечни вопросов местного значения в указанной сфере, также закреплены требования к служебному поведению муниципального служащего, вводятся новые основания для отставки главы муниципалитета. За относительно короткое время, последние 2-3 месяца, ряд федеральных законов претерпел существенные изменения, которые должны обязательно найти отражение в находимых правовых актах региональных. В связи с этим прокурором республики подготовлен законопроект в порядке законодательной инициативы, направленный сегодня на рассмотрение по внесению изменений в закон Карачао-Черкенской республики о местном самоуправлении. В тот же день в двух чтениях с учетом таблицы поправок был утвержден проект закона КЧР о правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе и для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, о порядке и очередности включения указанных граждан в эти списки. Сегодня фонду развития жилищного строительства должны быть переданы земли федеральные, и на этих землях будет строиться жилье. Участки будут раздаваться бесплатно, застройщикам будет раздаваться земля на конкурсной основе, и одним из основных условий этих конкурсов будет то, что там будет наибольшая, меньшая цена. Помимо этого, на внеочередной 45-й сессии парламента республики депутаты утвердили штатную численность Контрольно-счетная палата КЧР на 2014 год, в соответствии с положениями действующего республиканского закона о Контрольно-счетной палате Карачаева Черкесской Республики, штатная численность устанавливается постановлением Народного собрания ежегодно. В данное время штатная численность сотрудников Контрольно-счетной палаты региона составляет 35 человек. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.